На преступлении преступных происхождений, кто за данное предложение, товарищи? Все, единоборно. Теперь, товарищи, несколько слов, официрован, участнику этого собрания. Большое спасибо Харьковской организации, которая, можно сказать, вовремя среагировала на этот острый для всех нас вопрос и собрала нас вместе для того, чтобы мы обсудили наше положение, которое волнует не только ветеранов, но и граждан Украины. Мы собрались вовремя, ибо мы видим, что общество наше, на наших глазах, оно начинает стереть. Это начиналось, вы знаете, с безнаказанного издевательства побоев ветеранов, великой отечественной ветеранов армейской службы. Это начиналось сглубление над братскими могилами советским воинам, падшим в борьбе за освобождение нашей Родины. И это сейчас перекочевало на нас, обычных граждан. Я не буду ссылаться на подробные примеры. Вчера был Николаев, сегодня Днепропетровск, а завтра что? Друг на друга, каждый на себя, ведь у каждого синий лоб. И этот синий лоб синел на протяжении 20 лет. А почему? Да потому что все 20 лет мы наступаем на одни и те же грабли, которые бьют нас по лбу. И где гарантия того, что какие-то определенные силы не пытаются и сейчас в очередной раз разыграть ветеранскую карту, чтобы в предстоящей избирательной кампании ветераны также, может быть, в очередной раз наступили на эти политические грабли, которые смогут уже на наших лобах оставить, помимо синяков, несоживающую рану. Товарищи, мы должны, раздаются голоса, что мы должны быть вне политики. Но сегодня вы лишний раз убедились на этой преступной акции этих властей о том, что не существует такого. Этот пресловутый термин привел к тому, что у нас наступил баланс в моральной, идеологической оценке. И люди потеряли как гражданскую, так и политическую бдительность. Вы понимаете прекрасно, что сейчас идет в Харькове судебный процесс над Юлией Тимошенко. Я далек от того, чтобы ее идеализировать. Но разве меньший вред, если не соизмеримо больше причинили Ющенко, Наливайченко, которые открыли двери для предательства интересов нашей Родины. Вот об этом и должно болеть наше сердце, наша офицерская совесть. И мы, ветераны, не должны этого позволить. Товарищи, я хочу сказать, что мы, ветераны, являемся золотым фондом народа Украины. И этот золотой фонд, мы должны за честь этого золотого фонда лично сами бороться. И мы предложили, и возможно это войдет в текст резолюции, а возможно это будет направлено президенту, в Верховную Раду, о том, чтобы ветеран воинской службы, ветеран Великой Отечественной войны, участники боевых действий были наделены статусом, рангом государства, даже выше, чем ранг государства стоящего. Это мы заслужили. Вместе мы сила. Вместе мы победим. Вот давайте за это и будем бороться. И в отношении властей, кадровым, военным и военным пенсионерам, Компартия, рабочие и селян поддерживают инициативное вами движение, поддерживают ваши законные и конституционные требования. Мы гордимся. Компартия, тем, что много достойных, засущих внимания и уважения офицеров, которые продолжают выполнять активную жизненную позицию. Желаю участникам офицерского собрания творческой и плодотворной работы. Успеха вам, дорогие товарищи, в нашем нелегком, справедливом и в то же время трудном движении. Слава лавецким офицерам. Честь имею полковник Советской Армии, граф Грач Леонид Иванович. Спасибо. Спасибо, уважаемые друзья. Еще пришла телеграмма от Совета ветеранов Бурятского участка БАМа. Приветствуют украинских офицеров, всех силовых структур, кто служит, кто запасе и в отставке. И шлют всеукраинскому офицерскому собраниям пожелания успешной работы. Спасибо. Сейчас предоставляется слово. Оксель Зеведенко. Шановные друзья, до уваги. Мы сделали не офицерский собор, а политическую подготовку к выбору. Мы собрались для того, чтобы в Украине начать начать работать над тем, что нужно уже что-то делать. Пришло время. 23 лютого мы были в Киеве и вручили президенту и Верховную Раду наши понятия по первому собранному офицеру. Сегодня мы думали, что выйдет другая, но немного перейшло не в такий такт, как нужно, но то, что случилось, то случилось. И почему там звучало много слов, я скажу тебе так много почему. Для того, что, если бы ты бы сказал, то не было бы почему. Но, шановные друзья, нам пора уже что-то сделать. Я за то, чтобы... Чому мы поддерживаем на 100% зібране этих офицеров? Потому что люди, которые знали, на что они учатся и куда они должны идти. Они своим життям нас с вами всех защищают и наших детей. Вот для того они и начинают инициировать вот это объединение. Мы, как козаки Украины, я тоже офицер, но в первую очередь как козак Украины, я, поддерживаю, первый кинувся в бой до них, потому что я, ну, козак. А козак то є воин народний, народний, ви знаете. И вы знаете, что было время, когда нас было 19 миллионов тому, в той великой России. И кругом, как только беда, то туда и козаки. Но чого-то Радянскому Союзу это не понравилось. И слово козак почти... Кроме на сцене, я прощаюсь. На сцене то они были. Ну, но не будем зараз это все заостровывать. Для того я поддерживаю, что чернобильцы сегодня выступали. И весь простий народ я поддерживаю. Нам пора задуматься. Мы должны тут уценить сегодня 3-4 особенных проблем. Шановные пановые офицеры, слушайте. Нам нужно создать Великую комиссию Харьковщины по земле. Это проблема номер один. И уже маленькое вопрос. Потому что если еще отдадут нашу землю, то мы уже, считайте сами, понимали, что мы уже будем ни что. Потому что заводы и все уже просят арматуру, чтобы Россия помогла арматуру на Украину. Чего? Да, дело в том, что наши заводы наши украинские, они в их руках, они вивозят туда. И опять та централизация только с другой стороны. А уже хотелося, раз мы имеем государство, то давайте, шановные советские офицеры, тоже думайте про это, чтобы ваша государство была настоящей, чтобы ваши дети и правнуки жили в своей государстве, якой могли бы гордиться все. Все. Не только тут в Украине, а и за кордоном. Я до того прозиваю. Мы пришли сегодня по пункту 2. Это по социальному вопросу офицеров, чтобы составить эту программу. Вот сейчас мы, наверное, начнемо, не хватит таких порожных, пустых слов. Я бы сказал бы много. Вы знаете, я вчера, позавчера, только приехал из Губи, это далеко было, это остальная наша беда. Завтра буду в холодном яру, потом еще берет стечку, и так далее, и так далее. Я козак, я, уже украинский козак, я не маю права не быть. Поэтому таке положение. И я, зазвичайно, если мы вернемся до наших колишних звичаев, то вы знаете, что будет делать каждая матинка? Синочку, ты иди, певно, то ведь служи. Ты иди служи, потому что тогда гордились. Я бы все так, кто-то не служил, или не был солдатом. Это кто? Тряпка, может, за него и замуж выходить не может? Может, он, или инвалид, или что-нибудь? Вот так, когда мы были на высоте. Все. Поэтому, шановные друзья, доброго вам всем здоровья. Цель наша была сегодня чуть-чуть другая. Ну, а что ж, выборы скоро. Евро-212. Нас и пхают над ЙОТ. Давайте, 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 давайте. А уже так много надавали, что уже нам хватит. Всем уваги, дякую, и будьте все здоровы. Думаю, еще пора уже подвести черту. Тем паче, что есть уже проект резолюции нашей сбори. Уступайте, отправляйте.